В общем, семинар работает с 2006 года, и вот в последние три года в ходе подготовки квалификационных работ докторских, в частности, от Александра Ивановича Сидорова мной, работы Станислава Григорьевича Ереминского и Зои Юрьевны, ну, в общем, всех наших коллег, Марии Рафауны, которые работают в семинаре, у нас чётко совершенно стала проявляться потребность в осмыслении той среды, которая породила, которая рождала тексты об истории. Дело в том, что банальная вещь, что мы с вами имеем дело с источником, который носит субъективный характер, и пишем тексты, которые тоже носят субъективный характер. Таким образом, мы имеем с вами дело с двойной субъективностью, да, с субъективностью второго ряда, и должны, и для того, чтобы научно исследовать вот эту двойную субъективность, конечно же, нужно обращаться к исторической культуре, того времени, когда создавался источник, и того времени, когда проводятся исследования. В связи с этим возник целый ряд вопросов, связанных с историей книжной культуры. Наше внимание в этом году будет сосредоточено на функционировании сочинений о прошлом, в коммуникативной среде, характеризующие различные аспекты книжной культуры. Понятие книжной культуры для нас очень важно, и каждый из нас имеет представление какое-то, да, и, конечно же, для каждого из нас этот термин не является бессмысленным, да, то есть мы его, каждый из нас по-своему его определяет, потому что, так или иначе, книжная культура является одним из важнейших аспектов наших исследований. Книжная культура, безусловно, рассматривается нами как часть культуры общества, и рассматривается, я цитирую Владимира Ивановича уже, как исторически обусловленная общественная деятельность по созданию, распространению, употреблению, хранению книги и других носителей информации. Здесь очень важна вот последняя часть, связанная с другими носителями информации. Дело в том, что современное общество имеет не только книжную культуру, но и коммуникативную среду в сети интернет, да, то есть это совсем другая электронная культура, которая является безусловным фактором, определяющим историческое сознание нашего современного сообщества. Поэтому вопрос рассмотрения исследований книжной культуры, безусловно, может дать нам некий механизм, некую методологическую, методическую основу для работы и с новой коммуникативной средой, которую мы имеем благодаря ИКТ-технологиям. Ну и, наверное, я закончу на этом, потому что я довольно подробно вот в нашем проспекте здесь написала о том, что мы хотим, какие задачи исследовательские мы ставим перед собой в этом году, чётко их перечислила. И в конце мы работаем в обычном, привычном для нас с вами режиме. Наш гость Мария Алексеевна Ермолаева поделится своими размышлениями и размышлениями Владимира Ивановича, потому что в данном случае мы имеем текст, сделанный авторами, парни авторами, ответит на наши вопросы, с удовольствием поучаствует в дискуссии, а затем мы всё-таки попробуем провести вот этот опыт каждому из тех, кто сегодня присутствует и кто представил свои заявки в годовой план работы. Будет дано 3-5 минут для того, чтобы пронотировать свою позицию исследовательскую, свою главную идею, которую он собирается поделиться с нами на протяжении этого года. Делается это с одной простой целью. То есть, как показывает практика, мы иногда слушаем доклады, то есть у человека дают тему, мы слушаем с удовольствием его доклад. А потом возникает куча вопросов, что «а вот про это надо было сказать, да вот про это надо было сказать». И в результате исследовательский проект коллективный очень сложный. То есть мы вынесли, мы хотим вместе сделать эту тему на разных эпохах, на разных источниках. Поэтому надо понимать исходные. То есть с каким вопросным рядом мы идём к своему источнику. Насколько этот вопросный ряд, безусловно, интересный вам, как и следует, будет интересен вашим коллегам. То есть и насколько эти вопросные ряды будут или не будут пересекаться, будут или не будут коррелировать, будут или не будут находить отклик. Вот, собственно говоря, идея нашего сегодняшнего семинара, идея нашей сегодняшней встречи. Я с большим удовольствием хочу предоставить слово нашей сегодняшней гости, которая вот любезно согласилась с нами поучаствовать, с нами сегодня встретиться и поучаствовать в нашем семинаре, Ермолаевой Марии Алексеевне. Мария Алексеевна, кандидат филологических наук и заместитель директора научного и исследовательского центра наука Российской академии наук. Нужно сказать, что нам вообще в этом году никуда нельзя было двигаться без центра, который возглавляет Владимир Иванович Васильев, потому что действительно создан и уже давно работает, и хорошую очень продукцию делает научный центр по изучению истории книжной культуры. Я, например, когда готовила вот этот проспектик, и вообще думала над этой темой, внимательнейшим образом изучила работы Владимира Ивановича, они меня потрясли, во-первых, своей основательностью, то есть очень основательный подход во всех этих статьях. Я статьи читала, связанных с исторической культурой, это во-первых. А во-вторых, вот не поверите, человек дает просто отличную выкладку, отличный анализ историографии, отличный анализ позиций, определение исторической культуры. И заканчивается статья последним абзацем, который содержит вопросов так 5-7, которые ставят под сомнение все те выкладки, которые были даны самой статье. Поэтому я думаю, что сегодня нам предстоит очень интересная встреча, и с удовольствием Мария Алексеевна предоставляю слово. Спасибо, Мария Славовна. Уважаемые коллеги, я, наверное, начну с того, что представлю основные направления деятельности нашего центра в направлении исследовательства. Прежде всего, это изучение книжной культуры. Следует отметить, что книжная культура сейчас, в последние годы, занимает ведущим место не только в специальных книговических исследованиях, но и в гуманитарном знании в целом. Это связано с процессами информатизации общества, это связано с необходимостью переосмысления исторического опыта, создания, хранения информации в традиционной книжной форме, и также связано с определением места книги в системе современных коммуникаций. Вот эти все задачи книжная культура, на наш взгляд, может решать, может способствовать их решению, по-бейшей мере. Книжная культура, как, в общем-то, установлена в процессе исследования, она возникла на стыке специальных дисциплин книговического цикла, это и книговедение, и библиотечное дело, и библиография, и дисциплин гуманитарных, это история, филология, социология, культурология. В современных условиях книжная культура является связующим звеном, которое не только способствует сохранению духовного наследия общества, но и обеспечивает ее адаптацию в системе современных коммуникаций. Анализ публикаций по проблемам исследования книжной культуры, а это и статьи, это и сборники, это монографические исследования, это материалы научных форумов, региональных, национальных, международных. Вся эта работа осуществлялась у нас в научном центре, и этот анализ позволяет сделать вывод о том, что исследования книжной культуры находятся сейчас в поле зрения и специалистов исследовательских учреждений, и сотрудников научных библиотек, и преподавателей высших учебных заведений. И изучение книжной культуры осуществляется ими и в теоретическом, историческом, и в предкладном аспекте. Теоретические исследования связаны с попытками дать определение понятия книжной культуры, рассмотреть ее состав и структуру, базовые составляющие и подсистемы. Исследования истории книжной культуры направлены на то, чтобы рассмотреть функционирование ее на том или ином этапе исторического развития, установить ее взаимосвязь с историческими процессами. Прикладные проблемы в исследовании книжной культуры посвящены рассмотрению и изучению взаимосвязи книжной культуры с отраслями книжного дела, издательским делом, книго-распространением, библиотечным делом и библиографией. Следует отметить, что расширение исследований в данной области обусловлено следующими факторами. Это то, что в последние годы, а именно я имею в виду начало 21 века, то есть, можно сказать, последние десятилетия, существуют исследовательские структуры, которые занимаются непосредственно изучением книжной культуры. Расширяется проблематика исследований в данной области, вырабатываются новые авторские подходы к определению сущности данного понятия и получили достаточно широкое распространение научной формы, одни из которых, это конференции нашего центра, посвящены проблемам книжной культуры, книжной культуры, опыт прошлого и проблемы современности, а на других конференциях вопросы книжной культуры также представляются в тех или иных докладах. И надо сказать, что сейчас формируются и коллективные проекты по изучению книжной культуры, поскольку мы пришли к выводу о том, что исследование ее всестороннее, возможно лишь в результате налаживания и расширения научного сотрудничества специалистов различных отраслений. Я могу сказать о коллективном проекте нашего центра. Это биобиблиографическая база данных, историотечественной книжной культуры. Вот здесь присутствует Дмитрий Николаевич Бакун, он заведующий отделом центра, он как раз явился инициатором этого проекта. Это наш совместный проект, который мы делаем с нашими белорусскими коллегами, сотрудниками библиотеки Академии наук Беларуси до имени Якуба Колоса, который называется «Книжная культура России и Беларуси в контексте историко-культурного взаимодействия». Это последующий проект, который мы тоже предполагаем продолжить. «Книжная культура в контексте инновационного развития общества». И разница между проектами в том, что первое, он посвящен изучению историко-культурной культуры России и Беларуси, вот это в контексте историко-культурных взаимосвязей, а следующий проект, он будет посвящен рассмотрению, изучению современных проблем книжной культуры. И мы сейчас также намечаем проект по биографике деятелей книжной культуры, а биографика, значит, в таком аспекте представлена. Это деятели академической науки Беларуси, России, Украины и их вклад в книжную культуру. Значит, это я рассказала о проектах, в общем-то, что-то у нас уже как бы почти реализовано, то есть подготовлена коллективная монография по российско-белорусскому проекту, а что-то мы предполагаем осуществлять в последующие годы. Ну, сложность и многоаспектность книжной культуры, которая выступает, ну, в общем-то, как многоуровневый субъект, системный субъект, он предопределил формирование различных авторских концепций к определению понятия книжной культуры. То есть можно сейчас сказать, что единого подхода к этому понятию сейчас не существует. Исследователи высказывают на этот счет различные точки зрения, и я приведу некоторые из них, которые, в общем-то, получили, ну, достаточно широкое распространение книговической науки. Так, значительная часть исследователей понятия книжной культуры определяют с понятием книжного дела. И если были раньше труды по истории книжного дела, там, отдельных регионов по составению книжного дела, то сейчас так механически отождествляется книжная культура с отраслями книжного дела, да, издатель с тем делом, там, книго-распространением, полиграфическим производством и так далее. Значит, оригинальное определение понятия книжной культуры предлагают наши коллеги из лаборатории книговедения Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук. Надо сказать, что ими, в общем-то, они работают очень активно в плане изучения книжной культуры, разработали новое, так сказать, направление, это региональная книжная культура, то есть книжная культура отдельных регионов. Подготовлены труды, которые называются очеркой «История книжной культуры Сибири и Дальнего Востока». И надо сказать, что они были инициаторами в разработке этого направления. Сейчас эта тенденция, в общем-то, свойственна представителям науки исследовательских структур в других регионах, то есть это ведется и по Волжье, и на Урале, и в Средней полосе. То есть в той или иной степени в ВУЗах культуры, в библиотеках такие исследования осуществляются. Региональная книжная культура. Но в целом книжную культуру наши коллеги из Новосибирска определяют как показатель уровня и интеллектуального потенциала общества, и технологического развития. То есть, как говорится, устанавливают такую взаимосвязь с этими показателями развития. В ряде исследований, в частности, специалистов, преподавателей Московского государственного университета печати, книжная культура отождествляется, например, с искусством книги. Другие воззрения представляют, как говорится, равнозначность понятия книжная культура как с литературой и литературным процессом. В относительно новом для исследования книжной культуры аспекте затрагивают проблему определения понятия книжной культуры, исследователи научно-исследовательского института теории искусства Российской академии художеств. То есть, они предполагают, что показателем книжной культуры является способ существования книги. И поэтому книжную культуру нового времени они рассматривают как комплекс книг, представляющих данный период. Это книга рукописную, книгу печатную и книгу цельно-графическую. Надо сказать, что несмотря на многообразие существующих подходов, все исследователи придерживаются такой точки зрения, что книжная культура это явление системообразующее, это явление многоаспектное. И на предмет, как говорится, изучения ее составляющих обращается особое внимание и также высказываются на этот счет тоже точки зрения самые различные. Я тоже приведу не все, а лишь только те, которые распространены, получили распространение в научном сообществе. Изучением книжной культуры занимаются украинские специалисты, это представители Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, и они считают, что книжное памятник и видение являются важнейшей составляющей книжной культуры. Значит, на Украине была разработана эта дисциплина, это направление деятельности, которое связано с изучением книжных памятников. И они считают, что книжный памятник это есть, как говорится, проявление книжной культуры, это отражение книжной культуры того или иного исторического периода. Значит, другие ученые, они представляют археографическую комиссию Российской Академии наук, рассматривают письменную культуру как составную часть книжной культуры и подчеркивают необходимость изучения источников письменности в этом аспекте. Например, они не без основания утверждают, что нумерационное и хронологическое изучение национальных письменных систем может служить углублению знаний о книжной культуре. Значит, еще одну составляющую книжной культуры представляет наше библиофильское сообщество. Надо сказать, что эти ученые-библиофилы, они также уделяют особое внимание исследованиям книжной культуры, принимают участие в конференциях, в научных дискуссиях, представляют публикации. То есть они считают, что для книжной культуры существует характерно эта специфика бытования книги в библиосельской среде, которые являются ее составляющей. Это направление предполагает изучение личных библиотек как информационного феномена, как неотъемлемой части истории книжной культуры и одно из направлений специальных библиотековических исследований. Ну, конечно, в общем-то, представляется, что книга и книжная культура это является неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры. И в исследованиях утверждается, и в общем-то эту точку зрения можно поддержать, что понятие книга неразрывно связано с понятием культура. В частности, как часть отечественной и мировой культуры рассматривал книгу Алексей Алексеевич Сидоров, член-корреспондент Академии на УКССР. Он писал, что культура книги – это честь общественной культуры определенного периода. Мы обязаны уметь и выделить в книге ее неповторимые индивидуальные черты и наряду с этим видеть их общность, неотделимость истории книжного дела от истории культуры в целом от истории развития общества. О взаимосвязи книги и культуры говорил Михаил Николаевич Купаев, это отечественный книгавик. Он определял книгу как источник культурной жизни настоящего и через настоящее в прошлом и будущем. Надо сказать, что исследования, посвященных истории культуры, того или иного исторического периода, подчеркивается значимость книги для исторического процесса. Так, например, ученые археографической лаборатории Московского государственного университета, рассматривая издания 17 века, определяют их как факт и фактор русской культуры. А в исследованиях по истории культуры XVIII века подчеркивается, что книга является детищем культуры и одновременно ее главным строительным материалом. Здесь, исходя из вышесказанного, на наш взгляд, все-таки правомерен исследовательский подход, рассматривающий книжную культуру как самостоятельное направление, на стыке истории, книговедение, культурология, социология. При этом книжная культура характеризует состояние общества, его культуры, духовности, интеллектуального потенциала, социальные условия, уровень технологического развития. И здесь, в общем-то, Марина Станиславовна представила определение, данное Владимиру Ивановичу, что книжную культуру можно рассматривать как историческую обусловленную общественную деятельность по созданию, распространению, сохранению, использованию книг и других произведений печати. На мой взгляд, это определение, в общем-то, следует бы расширить и дополнить деятельность, определяемую эволюционными процессами в области книжного дела и способствующую получению нового знания о книге. То есть, вот такое, я считаю, может быть определение книжной культуры. Надо сказать, что книжная культура, да, это сложно структурированная система, и Владимиром Ивановичем Васильевым была разработана теоретическая модель книжной культуры, которая включает следующие ее элементы. Это культура книги, культура чтения и культура распространения. Нажнейшей составляющей книжной культуры является культура книги. Если говорить об истории понятия вообще книжной культуры, то о культуре книги специалисты, да, книговеды, они говорили и в 70-е годы, и в 60-е, то есть культура книги это была непосредственно составляющая, это был атрибут, в общем, книговедческих исследований. Что такое культура книги? Это ее уровень, как говорится, она определяется уровень создания, определяется уровнем редакторской подготовки, а если рассматривать ее шире, по мнению специалистов, это то воздействие, которое она оказывает на читателей. Надо сказать, что в состав культуры книги, да, по мнению Владимира Ивановича, входят соответствующие подсистемы. Это издательская культура, которая характеризует структуру издания, да, наличие предисловий, послесловий, справочного и библиографического аппарата, кулантитулов. А другой, значит, составляющей культуры книги является искусство книги. И Алексей Алексеевич Сидоров в свое время он определял искусство книги следующим образом. Это печать, внешность и иллюстрация. Значит, специалисты Московского государственного университета печати включили в состав книжного искусства, художество для конструирования, книжную графику и типографскую искусство. Типографское искусство. Значит, следующей составляющей книжной культуры является культура чтения. А если понимать ее шире, это читательская культура. Направление, вот это направление, оно в нашем научном центре исследования истории книжной культуры разрабатывается. В частности, подготовлена Юлия Петровна Милентьевой, это доктор педагогических наук, профессия, обоснование культуры чтения, которая подразумевает в себе и уровень выбора книг, это и, как говорится, характер чтения, осмысление. Но в то же время, значит, считает, что Юлия Петровна, что понятия следует расширить и говорит не о культуре чтения, а о читательской культуре, которая наряду с культурой чтения включает и культуру читателя, как личности, как участника формирования книжной культуры определенного сообщества, определенной среды и определенного времени. Значит, и еще одной составляющей книжной культуры является культура книгораспространения. Значит, культура книгораспространения, это предполагает всестороннее изучение, да, организация распространения книг, это внедрение новых форм и методов, там, книжного торгового, вопросов пропаганды, рекламы книги. То есть могу сказать сразу, что это направление у нас пока еще не разработано там достаточно полностью. Мы начали разработку как бы истории формирования культуры книгораспространения в российско-белорусском проекте «Книжная культура», да, контекст историко-культурного взаимодействия, да, было установлено, что культура книгораспространения, она в России возникла в XVIII столетии и обуславливалась значительным увеличением количества печатных изданий. Значит, в связи с этим происходили различные нововведения в организации торговли книги. Это были и объявления в газетах, это было издание книготорговых росписей и реестров, формирование книготорговой библиографии. Ну, работы непосредственно по культуре книгораспространения они, значит, появились несколько позже, но это, так сказать, я уже сказала, это будет являться предметом нашего дальнейшего исследования. Я хотела бы очень кратко сказать как раз об этом начальном периоде формирования основ отечественной книжной культуры как системы. На наш взгляд, это им является XVIII век. Следует отметить, что элементы книжной культуры, они возникают как бы с появлением самой книги. Они возникают с появлением самой книги, они развиваются, значит, по мере эволюции книги и в исследованиях по истории русской культуры прослеживается эта тенденция. Но книжная культура как система, то есть точнее не книжная культура, а даже ее основы формируются в XVIII столетии. Этот период характеризуется крупнейшими преобразованиями, которые затрагивает и книжное дело, прежде всего, потому что книга рассматривается как важнейший действенный инструмент реформ. И книжное дело находится, в общем-то, находилось под государственным контролем. Естественно, что способствовало немалой степени формированию основ книжной культуры, это и ведение гражданского шрифта и появление книг гражданской печати. Мы рассматриваем книги, которые характерны для XVIII века, то есть изменилась внешность книг, у них изменился формат, у них изменилась структура изданий. А если говорить об источниках того периода, то здесь следует назвать бумаги, письма, записки Петра I, который уделял внимание изданию книг гражданской печати, и это нашло отражение в его письмах к Мусину Пушкину, главе монастырского приказа, в ведении которого находилось типографское дело. Я здесь конкретно приведу некоторые примеры. Так, например, в письме от 11 ноября 1708 года Петр I, рассматривая новую азбуку, высказывал мнение о необходимости совершенствования отдельных лидер. Он писал, что Буки и Ижи сделают почище, Иры сделают вновь таким же подобием, как И. В письме от 8 мая 1708 года он высказывал замечания по книге «Генеральные сигналы, взираемые во флоте» в первом труде по технике сигнализации и связи. Говоря о необходимости подготовки издания, он определил его формат, размер и кегль. Небольшие книжки против образцов, чтобы можно было носить в кармане и печатать мелкой печатью. Кроме того, в письме отмечалась необходимость подрисуночных подписей. У тех геометрических фигур, то есть чертежей, помещенных в книге, вели напечатать и подпись внизу у каждой фигуры мелкой печатью, чтобы можно было уместить на тех же самых местах. Говорилось также о повышении качества перепленных работ, чтобы книги в переплете были чище. Петр Первый считал, что в книгах новой печати надлежит ставить точки и силы, так и в прежней печати было, чтобы освоение нового шрифта не вызывало затруднений. В письме от 4 января 1709 года, оценивая издание работ Римплиера «Манера» о строении крепостей и Боргсдорфа «Азовская книга», Петр Первый отмечал невысокое качество печати этих произведений. Сделал предпрежний худа, нечиста и толста, и переплетено в корню гораздо узко, вяжет, отчего книги таращатся, и давал рекомендации, как исправить ошибки, чертежи били приклеить в задней доске. Таким образом, анализируя эти источники, мы можем сказать, что здесь речь идет о культуре книги, внешний вид, качество полиграфического исполнения, то есть элементы культуры книги. Надо сказать, что среди издаваемых книг в тот период было достаточно переводных изданий. И Петр Первый разработал специальные требования, которые должны были руководствоваться переводчиками. В 1724 году им был подпишут указ, труждающимся в переводе экономических книг. Он требовал, чтобы книги приложены были без излишних рассказов, которые только время тратить, и чтущим охоту отъемляют. Отмечалось, что переводчикам не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точность ее, вразумев, на свой язык писать так, как понятнее. При краткости и доступности перевода, оно не следовало упоминать упрощенно, это было необходимо для определенных видов издания, то есть технической и учебной литературы. Во второй четверти XVIII века центром издательской деятельности становится типография академии науки. Репертуар академической типографии был универсален, это были самые различные виды изданий, научные издания, учебные, календари, законодательные материалы, художественные произведения и так далее. По внешнему виду академические издания отличались новыми элементами оформления, они имели заставки, концовки, исполненные гравюрой на виде, широко применялись наборные украшения. В академических изданиях изменилась форма титульного листа, который иногда переходил наоборот первой странице. Выходные сведения отделялись от заглавия либо чертой, либо полосой наборных украшений. Заглавие книги обычно оставалось коротким. В отдельных случаях появлялся календитул, раскрывающий ее содержание. Значит, осуществляемая в Академии новоиздательская деятельность, она требовала разработки проблем из эстетики книги. И это направление в Академии реализовывалось наряду в общем-то с честностью с филологическими исследованиями. В частности, этому вопросу уделял внимание Василий Кириллович Старин Яковский. В своей работе разговор о правописании, который называется полностью «Разговор между чужостранным человеком и российским, об ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к всей материи», он рассматривал черты гражданского шрифта. Эта статья была написана Третьяковски в 1747 году. И сам автор неоднозначно оценивал свое произведение, считая, что книга сия, по-видимому, большой пользы не имеет, однако утверждена на таких основаниях, которые все согласны, с общим разом. Реформу шрифта Третьяковски рассматривал как честь государственных преобразований, способствующих решению политических проблем. Работой предпринималась походка о смыслении исторического опыта формирования шрифта. Автор считал, что значительный уклад в эту сферу книжного дела несли Милентис Матрецкий и Федор Поликарп, которые передали нам в своих грамматиках еще третью просудию и назвали ее облегченным. Заслуга Третьяковского заключалась в том, что он предпринял попытку осмысления пропорции шрифта и подробно описал его осудовности, используя специальную терминологию. По мнению ряда исследователей, такие термины каботика, пропорция, нервность, частота букв фигуры были введены в научный оборот именно Третьяковским. Таким образом, рассматривая графику шрифта, Третьяковский отмечал, что она подобна латинской в плане написания строчного букв. Он также считал, что книги писать и печатать нужно по звуку, то есть по звуку в соответствии с фанатикой разговорного языка. Он выступал против применения лишних букв, в частности, связанных греческих букв, кси и пси, а также против букв, дублирующих одни и те же звуки, фиты и яйти, считая, что их надо изъять из алфавита. Таким образом, в данной работе была предпринята попытка разработки теоретических основ и эстетических качеств шрифта. Ученым была заложена система знаний о шрифте, разработан терминологический аппарат, установлены критерии для различных видов шрифта. Это способствовало развитию полиграфического производства и совершенствованию книжного дела в России. Значительный вклад в формирование основ книжной культуры внес Михаил Васильевич Ломоносов. Наряду с научными исследователями, издательская деятельность находилась в сфере интересов ученого. Он значительное внимание уделял деятельности академической типографии, являлся рецендентом многих изданий Академии наук. В 1755 году по инициативе Ломоносова было начато издание научно-популярного журнала «Ежемесячное сочинение в пользу и увеселению служащих», редактором которого в течение многих лет был Академик Миллер. В письме Шувалову от 3 января 1754 года Ломоносов отмечал, что необходимо для распространения просвещения наладить регулярный выпуск этого журнала и считал, что журнал должен быть посвящен либо одной-двух темам, что при его подготовке следует ориентироваться на лучшие европейские издания, либо разработать свой формул. Ученый уделял большое внимание типографскому производству журнала. В частности, он отмечал, что редакторы Миллер и Попов должны вносить правки на стадию рукописи, а уже не в имеющейся корректуры для того, чтобы ускорить выпуск издания и для того, чтобы качество его было лучше. То есть в данном случае, хотя, казалось бы, речь идет об обычном технологическом процессе, но это все направлено тоже на совершенствование, это тоже элемент культуры книги. Надо сказать, что Ломоносов просмотривал научную книгу как средство отражения научных успехов, он считал, что важным ее критерием является полнота и достоверность содержащейся в ней информации, и он предлагал, что каждый академик должен читать новых авторов своей науки, делать к их работам соответствующие примечания, содержащие оценку этих трудов. Необходимо также сочинять сокращение книгам, издававшимся при академии, в которых кратко излагать их содержание и давать оценку. Такие сокращения, по мнению ученого, следовало помещать в самих изданиях, то есть там тоже решила как бы о совершенствовании аппарата книги, но это предложение Ломоносова не было принято. Ученый уделял внимание всем этапам издательской и редакторской деятельности, в том числе и разработке структуры научной книги. Так при печатании первого тома российской истории он предложил перенести примечание в конец книги для удобства читателей, оставившихся в тексте, лишь цитации авторов на полях. Таким образом, вышло усовершенствование аппарата научного издания, то есть здесь затрагивалась культура книги. Ломоносов уделял внимание и деятельности академической библиотеки. Подготовленных им бумаг, говорилось и о комплектовании фондов, о составе фондов, о предоставлении книг читателям. Он, в честности, отмечал, что систематизация фондов должна быть не по формату, как была принята в библиотеке в свое время, а, допустим, по отраслям знаний или же в алфавитном порядке. Надо сказать, что воззрение Ломоносова на организацию деятельности академической библиотеки и ее назначение получили развитие в работе помощника академического библиотекаря Ивана Григорьевича Бакмейстера, который подготовил каталог, опыт о библиотеке «Кабинете редкости. История натуральной» Санкт-Петербургской императорской академии наук. Он вышел в 1779 году. Надо сказать, что эта работа рассматривается как первоотечественный библиотековический труд. Его открывает очередь по истории библиотек, которым определяется их значение для истории, науки, культуры и просвещения. В каталоге основной материал этого труда составляют редкие книги, находящиеся в академической библиотеке. И заслуга Бакмейстера заключается в том, что он не только вывел эти издания, но и разработал описания. Описания, которые включают не просто основные библиографические элементы, а также элементы, которые позволяют воссоздать образ этой книги. То есть он предпринял по поводу разработки научного описания книги. И, в частности, это касается издания библии русской Франциско с Карины, которая находилась в библиотеке. Автор в примечаниях к описанию этой книги отмечал, что сей драгоценный памятник достоин читателю его внимания. Он предполагал, что это может быть первая из числа книг, напечатанных на славянском языке. Отмечалось, что она была напечатана Франциском в Карине, в Праге в 1719 году в четвертую долю листа. Отмечалось, что она напечатана на хорошей бумаге презрядными кирилловскими буквами с некорректорами или совсем без стыд. Анализировались особенности оформления библии и автор подчеркивал, что его украшением являются вырезанные на дереве изображения заглавные буквы и линьеты. Он также рассмотрел структуру издания и подчеркнул специфику от Скориньевских изданий. Она заключалась в том, что в заглавии каждой книги находилось предисловие, а в начало каждой главы было приложено содержание конс. Таким образом, заслуга Батт-министера заключалась в том, что он внес свой вклад в разработку элементов культуры книги, предприняв попытку разработки библиографического отписания для редких изданий. Надо сказать, что библиография в XVIII веке достигла своего развития. И здесь я хочу только затронуть очень кратко труды библиографические, посвященные ретроспективному библиографическому учету, то есть созданию репертуара русской книги. Это работа помощника академического библиотекаря Андрея Ивановича Богданова, краткое видение и историческое разыскание о начале произведения вообще всех азбучных слов, которыми ныне весь свет говорит и пишет, и всякое книжное сочинение составляется. И Дмитрия Ефимовича Семенова-Руднева, монашествия Дамаскина, который подготовил труд библиотека российской или сведения о всех российских книгах с начала стипографии на свет вышедшего. Здесь также авторами, наряду с тем, что они, в общем-то, выполнили свою задачу как библиографы, то есть попытались максимально полно учесть литературу за значительный хронологический период, да, за несколько столетий, кроме того, что ими были подготовлены, ну, у Богданова были очерк такой фрагментарный, просто отделения сведений были представлены по истории развития русской книжности. У Дамаскина более широкий, он назывался краткое описание российской ученой истории, более широкая такая системная работа, но заслуга их заключалась в том, что ими так же было, в общем-то, разработано, предприняты попытки, но, как бы, переосмысление описания книг вот именно в плане культуры книги. Да, Богданов уделял особое внимание типографии, то есть он и предпринял систематизацию книг по типографиям, это было впервые в библиографической практике, а у Дамаскина, значит, в описании появились обозначения, где книги находятся, то есть это был прообраз, соответствующий сигл, и давалась краткая, в общем-то, характеристика, история, издание, аннотация. То есть вот этот значительный вклад в библиографию, да, как чисто прикладную отрасль, ну и тоже определенный уклад именно в подмирование элементов книжной культуры. Значит, ну и заключение мне хотелось бы сказать о тех проблемах, да, вот мы занимаемся изучением истории книжной культуры, мы, в общем-то, собрали, да, и будем публиковать большой обширный исторический материал по этому вопросу. Значит, хотелось бы сказать о проблемах, которые стоят перед исследователями книжной культуры и перед сотрудниками нашего центра. Ну, в честности, представляется, что вот теоретическая модель книжной культуры, которая включает три основных звена, она может быть расширена. Эта модель носит покой открытый характер, и к ней могут присоединяться дальнейшие звенья. И здесь, на наш взгляд, могут быть присоединены, как говорится, вот библиографическая составляющая книжной культуры, которая у нас будет формироваться на основе взаимосвязи книжной культуры и библиографии, и библиотечная составляющая книжной культуры. Надо сказать, что взаимосвязь библиографии и книжной культуры обусловлена общностью их назначения, которая заключается в сохранении духовного потенциала прошлого и адаптации его к современной социокультурной ситуации. Их также объединяет общий объект исследования, каковым является книга публикации и произведение печати. Библиография имеет общую сферу с такой составляющей книжной культурой, как культура чтения. Культура чтения в форме подготовки соответствующей информации о книгах в плане продвижения их читателя. И библиография также имеет общую сферу пересечения с культурой книги в плане формирования библиографической части аппарата издания. И что касается библиотечной составляющей книжной культуры, которая требует также дальнейшего изучения, то здесь следует отметить ее обусловленность инновациям в сфере библиотечного дела, связанными с особенностями систематизации фондов отражений в справочном аппарате библиотеки, ну и внедрением различных форм продвижения фонда к читателям. Ну еще одна проблема, которую мы предполагаем изучать, сейчас надо сказать, что мы ее только обозначили, но разработка у нас не ведется. Это, как говорят наши специалисты, соотношение книжной культуры и компьютерной цивилизации. То есть изучение феномена того, что называют электронной публикацией, электронной книгой, и именно определение, соотношение ее с книгой традиционной, выработки критериев для изучения. Ну и еще такой вопрос, который тоже нам предстоит рассмотреть, это книжная культура в контексте междисциплинарного взаимодействия, то есть установление ее взаимосвязей с такими дисциплинами, как культурология, история, философия, филология, социология. Ну эти все перечисленные проблемы предполагаются, наверное, рассмотреть и в научном проекте, в котором мы готовим вся книжная культура в контексте инновационного развития. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. На самом деле, Мария Алексеевна преподала нам очень интересный материал сегодня. Во-первых, высказала довольно интересные вещи, связанные с определением книжной культуры, как таковой, расширив это определение. В то же время блестяще продемонстрировала нам, каким образом формировалась вообще книжная культура российская, то есть какие этапы четко совершенно выделила, и это совершенно понятно, и ясно, и убедительно, и в-третьих, что очень важно, и это было тоже сделано в докладе, динамичные перспективы дальнейшей деятельности. Спасибо вам большое, Мария Алексеевна. Я думаю, что есть какие-то вопросы и мнения, и мы готовы вас выслушать. Мария Алексеевна, если он ответит на наши вопросы, и им в честь обсуждения. Пожалуйста. Пожалуйста, представляйтесь, чтобы вас писали, как вы уже как говорили. Чтобы меня писали. Амин Елов, Денис, научный сотрудник института общей истории. Меня заинтересовал момент вашего выступления, очень интересного, в части региональной книжной культуры. Как-то всегда казалось, что книжная культура, вроде бы, должна быть общей, единой, как минимум хотя бы в русскоязычном пространстве. Можно предположить, на других языках, что там другая культура. А вот то, что у нас внутри страны есть разная специфика, не могли бы вы поподробнее, в чем эта специфика, чем сибирская книжная культура, например, отличается от московской. Или, допустим, от книжной культуры того же Поволжей, которая сейчас изучает. Но понимаете, в чем дело? Здесь они изучают и опираются в разработке своих формулировок на специфику развития книжного дела в регионах. То есть здесь они анализируют те нововведения, и в издательском деле, в особенностях книгораспространения, в особенностях предоставления информации. И все-таки, допустим, это и есть разница, да, как это происходит в Сибири, как это происходило в Сибири, тем более они начинают с XVIII века свое изучение, и, допустим, как это происходило в Поволжье или на Урале. То есть они выдвигают вот эти критерии. Но я еще хочу сказать больше. Я здесь не затронула этот подход, поскольку он, ну, такой достаточно широкого распространения не получил. Высказываются такие мнения о существовании книжной культуры отдельного города. То есть вот даже так, не регион, а города. А наши белорусские коллеги, которые изучают наследие представителей рода Радзивилла, они ввели понятие, как книжная культура, да, вот Дмитрий Николаевич меня поправит, если я ошибаюсь, да, отдельного рода, отдельной фамилии. Допустим, говоря о книжной культуре Радзивиллов, они рассматривают их издательскую деятельность, о том, как они формировали библиотеки, и называют это книжной культурой Радзивиллов, да. То есть вот такое множество отсутствия стандартов. Отсутствие стандарта, да, это вот приводит к таким вот самым различным трактовкам, да. Так, а может быть, все-таки было бы рационально смотреть не регион, а конкретно какие-то издательские практики? То есть вот в Европе, например, да, безусловно, важны были издательские практики. Мы знаем издательские центры, да, основные, в которых, разумеется, были монополисты, да, и те, которые как бы вот объединяли и действительно определяли книжную культуру, то есть прежде всего издательскую культуру, да, типографическую культуру, да, то есть вот я как европейский, я же так и делала это, да. Они по городам, весеные, районные. Ну, здесь вот они разные методики. Вот Дмитрий Николаевич что-то хочет сказать? Да, конечно. Значит, он золотой, Дмитрий Николаевич, значит, заедущие... Дмитрий Николаевич, сейчас херманит с камерой, а ты сейчас был замкнут, ваш с ним. Вот, значит, дело в том, что если мы с вами бросим взгляд даже в европейскую практику, да, до существования современных норм и стандартов, то мы можем обнаружить, что даже во времена уже появления печатной книги, даже если мы с вами изучаем книгу «Набулы» и время их бытования, особенности их распространения и так далее, то, опять же, в каждой стране, в каждой отрасли знания, по которой издавалась та или иная литература, мы встретим свои особенности. Книжная культура – это понятие, если можно сказать, очень многогранное и многоаспектное. Нельзя его ввести в какие-то рамки и стандарты. Потом, смотрите, даже во времена стандартов, даже во времена советских стандартов, достаточно жестких и достаточно соблюдаемых, все ли их на самом деле соблюдали? Та же самая библиография. Да, допустим, издательство Академии наук СССР славилось отличной, ну, если можно сказать, школой и полиграфического исполнения, и подготовки печатных изданий. Но если мы возьмем любое другое издательство, допустим, тоже московское, если не правительство, республиканское, то мы увидим множество отличий, как в подготовке книги, так и в соблюдении стандартов. А если мы обратимся к республикам нашим, советским, то у каждой своя книжная культура, несмотря на вот это стремление советской эпохи, все регламентировать. И на Западе тоже не все регламентировано. Тут на бытование книги, на отношение к ней, на ее существование, на влияние ее на гуманитарную науку, и не только на гуманитарную науку, везде есть свои особенности. Допустим, мусульманская книжная культура Поволжья очень отличается от той же мусульманской книжной культуры Средней Азии. Опять-таки, мусульманская книжная культура, допустим, аравийского полуострова имеет свои особенности. В разные времена и в разные периоды свои. Вот если мы берем современную Российскую Федерацию, то чем больше мы изучаем, собственно, книгу, чем больше мы обращаемся к архивам, мы обнаруживаем, сколько у нас белых пятен, и сколько на самом деле мы можем найти интересной информации, которую уже на новом уровне мы можем применить в наш компьютерный век. Потому что, если хотите, тексты, не важно, они в электронной форме, не важно в традиционной, но это текст. И если мы с ним не поймем закономерности его функционирования, его спортирования, то мы опять же с теми же проблемами встретимся, с которыми встречались и 100 лет назад, и 200 лет назад, и во времена печатных, и вухописных. Мы уже говорим о периоде, когда уже формируется стандартизация, стандарты. Выборка стандартов, она как бы наоборот облегчает книгу производства, массовое, потому что книга производства. Да, безусловно. Книга, наверное, был самый массовый продукт, но в 20 веке уже точно, наверное, то есть интеллектуальный продукт, который производился. Возможно, да. То есть и в то же время особенности, чем это определяется? Чем определяется все-таки какая-то индивидуализация в подходе к изданию? Чем это определяется? Это определяется особенностями культуры, это определяется, извините меня, средствами издательства. Чем это конкретно? Потому что я, например, работая с французскими книгами 16 века, имею прецедент, что, скажем, один тираж, но тиражи были, разумеется, очень маленькие, вот в рамках одного тиража, скажем, книги по-разному, разумеется, выглядят. То есть у них разные переплеты, потому что переплетов не делали, то есть просто листы печатали, переплет, как правило, делал уже человек, который приобрел эту книгу. Но и здесь в тираже есть нюансы. То есть вот если просмотреть, скажем, вот издание 1576 года, вот с которым я работала, я видела 10 книг этого тиража. Это очень много для того времени. Они все разные. Они все разные, нюансы даже в оформлении есть. Но это же не значит, что они каждую книжку отдельно печатали. То есть я могу это объяснять с точки зрения реалий того времени. Ну, к примеру, скажем. А вот в наших реалиях, если есть уже стандарты, это облегчает производство, то есть делает его более дешевым, делает его более понятным. Есть нормы, которых придерживается общество, читающее эту книгу. Эти нормы общества понятны. То есть с чем вот эти отклонения от нормы были связаны? Ну, хотя бы пару-тройку примеров. Я понимаю, что вопрос исследования надо. Это, в общем-то, самый такой простой дилер отклонения от нормы уже в наше время, допустим, в печати книги. Но самый элементарный даже, ну, предположим, в такой хорошей типографии, как типография наук в Шубинском пневусе. Я думаю, все ее знают. И вот существует такое понятие, как, ну, издательский мрак. Да, вот самый элементарный, с верхней, простой. Значит, даже при очень внимательном отношении к книге, все равно может быть банально. Да? А четвертка. А, к сожалению, сигнальный экземпляр, да, фактически, мы получаем, ну, буквально одновременно с тиражами. Тираж уже заявил. Уже тираж, все, я могу только подписать. Ну, я был случай лично. Я подписал. С четверткой. С четверткой. Причем она была такая, конкретная. Конкретно, на самом видном месте, значит, на обложке. Значит, нашей большой книговеческой конференции, ну, буквально, да, там были иностранцы, все. Значит, это было название секции. Секция читателей видения. Они каким-то образом, ну, я не знаю, может быть, художник немножко не досмотрел. Может быть, что мы все вычитали. Мы отдали все, чтобы читатели видения. И как вы думаете, кто получил эту очевидку, помимо меня? Глава, нет, хуже, глава этой секции, Юлия Петровна Берентьева. Мгновенно сразу у нее упал на это, я не вижу очень нелюбкие минуты, да, вот, поскольку я отличал за это издание, вот, но, тем не менее, мы в конце концов решили, что это даже дает некую, такую библиофийскую изюминку. Вот, а это вот только чемпионство. Потом дальше, это самое, ну, может быть, что угодно. Бумага, говорят, могут... Это бумага закончилась, другое взяли. Да, вот вам уже отличается, пять экземпляров отличается, не та бумага. Вот, дальше. Возьминка, да. Возьминка, да. Точно. Тут люди, тут дурья, тут страницы перешутся. Причем это все может быть в каждом варианте по-разному. Это вот стандарты, это люди внимательные, это все книга готовилась тщательно. А вот что, да, кстати, обложка, да, вы как бы сделали хороший, нормальный цвет, эстетически грамотный. Ну, он, скажем так, немножечко... Ну, а вышел цвет, извините, корольевого навоза. Причем, ну, извините, так сложилось. Крафт, да. Уже все. Причем в самом худшем варианте, что ответственный редактор этого издания, почтенная дама обладает обозненным чувством эстетики. И вот она это получает. Она пьет валидол, валидол под язык, все. Она говорит, ну дальше будет такая же? Ответ, мы не знаем, может быть, будет что-нибудь еще. Вот это практика, да, реальная. Да, то есть теографическая практика. Но это не культура, это культура не книжная. Нет. Это практика. Это техническая. Это техническая. Но, вы понимаете, это вот в издательстве, как только лица все соблюдается. А ведь у нас же сейчас масса издательств, как только даже нигде не регистрируют свою деятельность, и, значит, бывают самые интереснейшие изыскания. Например, есть такая книга «Мусульманский ренессанс», автор Мельс. И она была издана в своем книге, если я не ошибаюсь, в издательстве «Академия наук». Потом она переиздавалась, и вон в 90-е годы одно из таких мусульманских издательств ее переиздавал. И переиздавал абсолютно адекватно, вплоть до алфавитно-предметного указателя. Догадайтесь. Он, естественно, соответствовал изданию Академии наук, но мы другому изданию, там же у них другие листы, другие страницы. Все, этот указатель мертв. До него ничего нельзя найти. Ну и потом совершенно, допустим, манера, да, издать того же Хандакова, да, византийские эмали, без эмали, естественно, очень слепым шернифтом и буквально уместив его в местный хамкашок. Это тоже, да, это антикультура издания, но это в то же время символ эпохи. Если мы будем изучать книжную культуру нашей эпохи, начиная с 92-го года по нашим временам, мы должны отхозить вот эти разные этапы. Значит, у нас получается, что практически чуть ли не каждое издание является отдельным комплексом источников. Возможно, да. Это особенность массовых источников, которая требует как раз определенных критерий в методике механизмов инструмента изучения. Причем вот именно через от массовости как бы к индивидуализации получается здесь такой важный. Причем, вы понимаете, в чем специфика еще нашего времени? Тогда книга была несомненным элементом цивилизации, да, но ее даже особенно так не изучали, изучали в основном старые книги как источники. Причем даже то, что они могут служить историческим источником, до этого не сразу дошли. И сначала изучали просто тексты, потом уже стали изучать, а как эти тексты печатались, как они бытовались, надписи на книгах, инскрипты, там, печати личных библиотек и так далее. Вот. А сейчас книга немножко, да, ну если не ставится под сомнение, что это краеугольный камень нашей цивилизации, но мы уже на нее смотрим несколько отстаненно. Мы, допустим, с вами как бы в книжной культуре, но за этими окнами много людей уже эту книжную культуру не считают себя обязательной. Значит, мы начинаем изучать вот то, что было, то, что ушло нормально с историческим интересом. Именно чем нашим книгам интересно, мы начинаем понимать, что какие-то методики, связанные с историческими источниками, книги могут быть применены, а какие-то нет, и нужно какие-то новые методики, ну, вырабатывать, чтобы адекватно вот ту информацию, которую содержит каждая книга, ну, донести. Да, и вот, собственно говоря, вот эта проблема, почему мы говорим о 16 веке, да, то есть вот было изобретено книгопечатление, да, конец там 15 века, то есть вот происходит изобретение. К концу 16 века книга уже действительно была массовым продуктом, если это можно назвать, под нашими всем тиражам, которые были, да. Сейчас мы живем ровно в ту же эпоху, да, то есть вот там 20-30 лет назад появился интернет, новый носитель информации, да, то есть была рукописная книга, появилась печатная книга, новый носитель информации. Сейчас мы живем ровно в такое же время, то есть появился новый носитель информации, который называется интернет, и мы должны понять, как он будет вот нами обрабатывать, основой, как он будет осмысляться и каким образом он будет развиваться дальше, в том числе исторический интернет, при котором мы тут все имеем какое-то отношение к ним. Пожалуйста, господа, еще вопросы, мы как-то так ушли сразу в дискуссию, да, мы все вместе разговариваем, вопросом. Пожалуйста, да. Марина Сергеевна Киселева, пожалуйста. Марина Сергеевна Киселева, институт философии Российской академии наук со сектора методологии международных исследований человека. Но суть в том, что как-то так получилось, что я очень дрейфовала из истории, из философии ближайших истории, об истории именно ту самую книжную культуру, о которой здесь идет речь. Мне представляется, что если, так сказать, не снизу полете, а немножко сверху взглянуть на этот процесс, то о книжной культуре, можно сказать, несколько, может быть, шире. И эта широта определяется, конечно же, теми внутренними возможностями культуры, которые существовали и в которой попадал самым феноменом книги. Что я на ее веду? Я бы, наверное, оттолкнулась от того тезиса, который здесь прозвучал, относительно того, что, собственно, читатель книги и вообще читательская культура возникает в России в XVIII веке. Мне представляется, что все-таки это не совсем так, если совсем не так. По той причине, что если мы будем говорить о книжной культуре, то ее специфика в нашем российском варианте, нашей российской истории, определялась тем, что на протяжении, практически, момента принятия христианских появлений книги в нашей культуре до, собственно, конца XVII века, книга выполняла не столько и не только читательскую собственную функцию. Это было ее вот то самое назначение, которое в ней появляется действительно в XVIII веке. То есть принципиальное различие между тем, что было до XVIII века с книгой и то, что случилось в процессе этого самого XVIII века и петровских шрифтовых и всех остальных реформ и всего остального – это очень принципиально для понимания того, что такая книжная культура была у нас и в нашей отечественной культурной истории. Мне представляется, и об этом у меня, собственно, даже написана книга, что у нас книга имела совершенно особый смысл, но не только в его сакральном, таком и про основном значении, но и, собственно, в культурном значении. В чем этот смысл состоял? Этот смысл состоял в том, что, как я назвала это, книга или текст книжный рождал контексты. И эти контексты были совершенно разнообразны. И самым, наверное, бежным и таким естественным, культурным естественным контекстом – это был контекст образовательный. Собственно, книга имела это значение. Она имела значение института образования, которого у нас нет до семьянцев практически. И книга выполняла ту самую роль, когда по книге учились, по книге проверяли знания, по книгой же передавали знания, книга воспринимала эти знания и хранила, ну и так далее. То есть все, что полагалось и все, о чем прекрасно рассказывали по поводу Академии наук и, соответственно, особого места книги внутри, Академии наук и Кучаев, и так далее, да. Собственно, древнерусская книга и вообще книжность как-то в финале – это и была наша, ну очень в кавычках, наша вот эта вот средневековая Академия. Ну, другого просто не было. И в этом смысле говорить о книжной культуре до XVIII века – это, конечно же, особая совершенно книжная культура. И особый совершенно смысл этой книжной культуры. И тогда, когда она начинает распадаться вот в этом ее значении, тогда, собственно, и появляется все остальное. появляется и наука, и литература, и книжное дело вот в этом библиографическом и всем остальном смысле, о котором здесь говорили. Ну и все, и все, и все, и так далее, и все прочие вещи. И тогда и, собственно, духовная книга, и духовные академии появляются. Это банальное такое открытие, но для меня это было открытие. Что у нас, собственно, почти одним годом было открытие создания Академии наук и Академии духовных. Ну, почти одним временем. И это ведь не случайная вещь, если мы это на все посмотрим в контексте именно книжной культуры, именно развития техничности. И вот этот широкий-широкий контекст, который, получается, впитал, конечно же, ничего подобного в Европе не было. Конечно же, Европа развивалась совершенно иным путем. Именно потому, что там существовала система образования, именно потому, что там были университеты, именно потому, что там книга была встроена в эту институцию и имела там свое значение, и имела на свое место, и имела своего читателя, ну и так далее. С холара, как у нас называется, семинар, ну и прочее, прочее. Здесь этого не было, но была книга в своей вот такой вот много, ну, скажем, кого-то, не математическим, техническим словом, много функциональных, или много верно, такая контекстная книга, где она выполняла и богослужебную функцию, и образовательную функцию, между прочим, и идеологическую функцию. Я на это тоже обращала внимание, там, и глава такая была книжка. Конечно, важную и священную функцию выполнена. Ну, пока послужили, да, с этого я началась. Она выполняла, она выполняла, прежде всего, зачем ее с удовольствием, но оказалось, что, выполняя эту функцию, она вынуждена, хочет она этого или нет, эта книга, она вынуждена воспроизводить все-таки слой людей грамотных и книжных, она вынуждена воспроизводить слой людей, которые будут общаться со советской властью, определенным образом ее наставлять, и так далее. И отсюда шли вот эти вот слова, и так далее, относившиеся уже к классным структурам, ну и так далее. То есть, я хочу сказать, что мы, может быть, наша культура совершенно не случайно занимается вот этой книжной культурой, потому что для нас здесь совершенно вот укорененные какие-то другие смыслы. Ну и потом, если перекинуть мостик, ну это уже, извините, конечно, манера музыки, такая музыкальная, рядами, да, если перекинуть мостик в нашу современность, то, в общем, сейчас, если говорить об электронных текстах, они начинают выполнить, в общем, почти те же самые функции. Потому что этот мир интернета берет на себя образовательные вещи независимо и проходят помимо институций, как бы образовательных всяких разных других. То есть интернет может учить, обучает, там, передает информацию и так далее, да. Интернет, как мы знаем, замечательно справляется со всякими политическими и идеологическими внешними штучками, это их особый такой ноутхол. Ну и так далее, и дальше можно сочинять сколько угодно. И получается так, что та модель, которая существовала в пределах нашей культуры, она вот таким вот образом по существу распространилась сегодня на весь мир. и так далее. Потому что, действительно, вот это многообразие контекстов, которые идут от текста, ну а текст в интернете все-таки бисьменные тексты, силуэт, вот какой-то полиактив книжного текста, да, вот нам удалит примерно, наверное, то же, что было когда-то вот там, в нашей тренировкой книжности, когда текст порождал контексты. Совершенно, между прочим, постмодернистская штучка. Потому что постмодернисты говорят именно об этом, ну, в той степени, в кого они вообще хотят сохранять текст. Не контексты порождают текст, а именно тексты порождают контексты. И это особенность нашей книжной культуры, особенность нашего, да, сегодняшнего дня, которая вполне соотносима с каким-то нашим глубинным и особенным прошлым. Ну, а насчет региональности, я думаю, что это, ну, это вот личная проблема индивидуализирования, индивидуализации метода, да. Потому что, я думаю, там, вот мы перекинулись пару слов с Юрией Эдуардовной, там можно найти и региональность, и абсолютную стандартность. Абсолютную. Особенный интерес, это, я думаю, особая тема, которую можно было бы открыть, и она тоже очень интересна. Путешествия книг. Да. Как книги путешествуют? Они же, ведь, путешествуя, несут с собой весь шлейф знаний, весь шлейф культуры, которая предполагает эти знания, весь шлейф взаимоотношений. Ну, возьмите там, я не знаю, переписку наших любимых, на Барановича и Симона Рафановского. Да, о чем они? Один, мечтает о том, как бы вот здесь вот напечатать свой друг, да, а второй так потихонечку, аккуратненько уходит от этого вопроса, потому что понимаешь, что нужно. Нет, ну вот, когда, например, говорили об античном наследе, да, вот Илья Николаевская, очень интересный доклад, связанный с античным наследием в русском историю писания, он нас просто совершенно удивил, показав четко совершенно зафиксированные факты знания Гомера и Ильиады, скажем там, вот в Древней Руси, да. Каким образом произошла эта трансформация? Так вот, с теми же самыми людьми, которые приехали вместе, вот, смотри, минеральные связи, приехали люди и действительно привезли книги, очевидно, книги на греческом, которые были доступны и в том числе и русским грамотинам, которые смогли вот это освоить каким-то образом уже, трансформируя, привнести русскую традицию. То есть какие-нибудь, какие-нибудь… Это вот те самые путешествия, но мы можем только… Книги книжников, да. Потому что, если возьмете там Европу, например, средневековую, но очень раннюю, да, то Ирландский монархи что делает, как нам, по-моему, из Килипска рассказывала, знаете, еще на самых ранних перестроечных книгах? Идет, Ирландский монарх берет свои книжки, лучше мы взяли в ней ничего привезли, я люблю и черточкой, ну и пошел куда? В Европу. И дальше происходит, собственно, крещение. У Саксов там, еще там где-нибудь, да там, пониже в Южную, да, Европы. Через книги тоже что несли? Книги больше принести было, в общем, христианство принести в Южную. Спасибо большое. Пожалуйста, еще пять вопросов, Александр Иванович, Санислав Грибович. Я бы хотела тоже несколько соображений высказать. Шустова Юлия Эдуардовна, РГБ, РГБ. Во-первых, большое спасибо за тот спектр, который вы показали в своем докладе, касающийся теоретических основ книжной культуры, существующей в современной науке. И вот те основные определения книжной культуры, которые вы выделили, как мне кажется, это все равно только самая-самая верхушечка айсберга, которая на самом деле существует. И это показывает, даже вот эти шесть, по моим подсчетам определений вы дали, показывает, что каждое из этих определений противоречит одно другому, каждое неполно, каждое вызывает массу спора, вопросов, дискуссий. И даже вот то определение, которое в конечном итоге вы предлагаете, оно действительно вот мне показалось самым удачным из всех озвученных, но тоже, конечно, является одной из попыток обобщить наши представления о книжной культуре и ее существовании. Мне кажется, что это связано, ну, во-первых, с тем, что до сих пор, по-моему, нет четкого определения, что такое культура. С одной стороны, до сих пор нет четкого определения, что такое книга. Поэтому сочетание термина «книжная культура» при двух таких размытых совершенно в нашем понятийном научном аппарате термина дает еще, наверное, больший результат. С одной стороны, это парадоксально, как мне кажется, потому что мы все занимаемся книжной культурой, каждый вроде бы представляет, чем он занимается и, в общем-то, не очень нуждается в теоретических каких-то основах. А с другой стороны, когда мы пытаемся об этом думать и размышлять, у нас ничего не получается. Вот это удивительный парадокс книжника, как мне кажется, или, выражаясь более простым языком, сапожник без сапог. Потому что, ну, все-таки наука не спроста стремится дать какие-то определения, стремится очертить свой объект исследования, стремится показать, что она под этим подразумевает. И в результате того, что пока что это не получается, мне кажется, что это тоже очень характерный диагноз состояния науки, которая занимается изучением книги и всех проблем и аспектов с ней связанных. И даже в сегодняшнем докладе очень мне показалось симптоматичным «Сделанный акцент на XVIII веке». XVIII век действительно как то время, в котором мы ищем истоки всей нашей сегодняшней действительности, в котором присутствуют уже все реалии нашей современной книжной культуры. Но, с другой стороны, совершенно нельзя отвергать и все, что было до XVIII века. И меня, честно говоря, резанул тезис о том, что книга распространения в России появляется лишь в XVIII веке. Или я неправильно поняла, может быть? Потому что книга распространения появляется с момента появления книги, как мы понимаем, с момента того, как она начинает функционировать. Другое дело, что для каждого периода есть своя специфика, есть свои особенности. И для рукописной книги они свои, для раннепечатной книги они свои, и для массового производства они будут тоже отличаться. Но, с другой стороны, когда мы говорим о книжной культуре, мы очень часто ставим искусственные рамки, которые мешают нам понимать нас же самих. А именно, это рамки языковые. Даже вот сегодня в тезисах у нас уже прозвучала мусульманская книжная культура, русская культура, европейская книжная культура. Хотя это все книжные культуры, которые сосуществуют параллельно. Но в науке мы с этим сталкиваемся сплошь и рядом. У нас выходит каталог кириллических книг, там у нас как бы выходит каталог книг гражданской печати на русском языке. При этом параллельно в той же типографии Академии наук издавались книги и на латинском языке, и на польском, и на греческом, и на других языках. Это все как-то теряется. И мы занимаемся нагараживанием очень часто искусственных барьеров, которые нам же мешают понимать эту культуру. Потом, когда мы говорим о книжной культуре, мы, конечно же, говорим не только о тех книгах, которые создаются на территории, но и о том, о чем мы сказали, что во многом книжную среду формирует весь спектр циркулирования книг, текстов и взаимопроникновения этих культур. Опять-таки эти аспекты в нашей науке изучаются очень плохо и очень слабо. Мы вот эти связи себе, во всяком случае, на нашем русском примере и украинском, и белорусском примере тоже самое в историографии представляем очень и очень смутно. И вот из-за таких искусственных барьеров, которые, конечно, обусловлены и объективными причинами в том числе, но это тоже нам во многом мешает понимать особенности, специфику книжной культуры того или иного периода, исторического того или иного региона. И вот этот призыв к междисциплинарности при изучении книжной культуры, мне кажется, очень актуален. И более того, я бы сказала, не только к междисциплинарности, но и к синхронности в изучении. Потому что мы работаем на западном материале, вы работаете на украинском, на белорусском, на, скажем, восточном материале. И в результате получается абсолютно размытое поле, которое и исследовательским назвать нельзя, потому что каждый свой надел обрабатывает, а в целом картинка не складывается. И мне кажется, что именно то, о чем сейчас говорила Юлия Доргина, это крайне важно. Именно поэтому мы поняли, что нам надо собираться все вместе в этой проблематике, потому что наши источники нас к этому подталкивают, просто они взывают, чтобы мы эти вопросы поставили уже. Спасибо большое. Марья Ксеньевна, Я хочу поблагодарить Юлию Эдуардовну за выступление, очень конструктивное и содержательное, что я хочу сказать. В XVIII век мы начали изучение книжной культуры с этого периода, но я считаю, что книжная культура более ранних хромологических периодов изучена, что есть фундаментальная работа в этом направлении, отражены источники, они подготовлены. Это, как говорится, поле специалистов, это же археографическая лаборатория и Российского государственного гуманитарного университета, и Древнерусская книжность Юлия Эдуардовна. Существует же комиссия по изучению Древнерусской книжности, которую возглавляет главный научный сотрудник нашего центра Рэм Александрович Симонов, регулярно проходит заседание и также рассматриваются те вопросы, которые в том числе включают и книжную культуру, различные аспекты книжной культуры данного периода. Что касается книгораспространения, да, может быть, я здесь нечетко сформулировала, но в XVIII веке, так сказать, книгораспространение культура, элементы, то есть там старается, ну, она старается быть ввязанным там создательским делом с библиографией, то есть мы вот эти вот взаимосвязи в своих исследованиях или распространении с другими отраслями книжного дела пытаемся проследить трендарного хронологического периода. Так, спасибо большое. Спасибо. А, пожалуйста, мы закончили еще? Да. Александр Вольфович? Да. Я очень коротко. В общем, действительно, многие вещи уже прозвучали с того, что я хотел сказать. Действительно правильно подметили, что очень широкое понятие, которое можно трактовать по-разному, потому что и его составляющие тоже можно трактовать по-разному. Мне кажется, здесь и более важная сущность, сущностная характеристика книжной культуры, которую нас должна интересовать, потому что она существует как бы на стыке больших сфер, с одной стороны, это материальная сторона вообще бытования текстов в самых разных ее аспектах, с другой стороны, социальная, потому что, собственно, книжная культура, она происходит через взаимодействие людей социума с этим материальным носителем, который может быть, на самом деле, самым разным. И в этом смысле переход от бумажной книги, допустим, к электронной, он, конечно, значим, но, может быть, он менее принципиальным, чем нам это сейчас кажется. Хотя тут... Переход от рукописанной, печатной. Тоже, в общем, он, безусловно, значил много, но говорить о каком-то разрыве именно непосредственно невозможно. Нет, 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 нет. Все равно это явление одно, оно меняет, оно, конечно, трансформируется, безусловно. Да. Вот. Вот это, мне кажется, принципиальная вещь, которую надо просто нам будет иметь в виду в протяжении исследований в этом году, данную тему, там, пробу, сюжета. У меня, просто, если позвольте, вопрос, Малик Семеновна, как-то же все раз пришли в стадии обсуждения. Малик Семеновна, знаете, такой вопрос, как бы, само печатание у нас есть, производство книги, библиотерство есть, вот все-все-все, что вы перечислилили, вот направление, да, изучение книжной культуры. А вот скажите, пожалуйста, вот для меня был бы очень интересен вопрос меценатства, да, то есть, вот, вот, кто давал деньги на производство книг и почему? В Европе это очень важный вопрос. Мы с вами это точно знаем, потому что я, например, работаю с посвящениями, да, вот я буду об этом говорить, я планирую как раз доклад. Безусловно, это играло очень важную роль, да, то есть, вот. Тут все сложнее было, на самом деле. Вот, поэтому, мне кажется, что вот, как бы, вот еще однонимее, как бы, права к алиментам. Элемент книжной культуры. Да. То есть, мне кажется, что это вообще интересное, и ведь очень актуально для нашего времени. Да, карты и деньги. Да, и частные, ведь есть пожертвования, честно с вами, там, и частные деньги, можете сказать. Мне кажется, это тоже была бы одна из составляющих, да, книжная культура, в европейской книжной культуре точно совершенно вот эта составляющая очевидна совершенно. Я думаю, что у нас, наверное, это тоже потому, что, кто? Да, возьму вопрос. Александр Иванович, простите, у вас уже было желание сказать, а я вас передаю. Да. Все прошу. Тем более, что обсуждение, в общем, интересно и правильное. Все мы передаем вам. Я думаю, что логично, что мы, в общем, сразу вернулись в обсуждение. Скорее, говори о том, насколько… Мы с ним уже в этом погружены. Эта проблема всех задевает и интересует, да. И насколько мы в это погружены, несомненно. Я, честно говоря, припеваю в некотором недоумении последние полтора часа. Недоумение это связано с тем, что я вот слушаю, 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 и я слышу десятки каких-то культур книжных там, сям, здесь, про это, про то. И чем дальше я слушаю коллег, тем больше я задаюсь вопросом, где же, так сказать, та база, да, тот фундамент, на который можно встать, чтобы вообще весь этот тяжкий груз культур книжных на себе держать. Мне кажется, тут вот какая вещь, о чем надо сказать в самом начале, книжная культура все-таки возникает, мне кажется, вместе с книгой. Вот то, о чем мы говорили в самом начале, Алексеевна, вот перечисляя, по-моему, абсолютно правильные вот эти элементы, культура книги, культура чтения, культура воспространения, то есть это не культура, конечно, да, это скорее практики, да, или формы какие-то. В общем, речь о том, что есть книга и, так сказать, некие формы существования этой книги, да, есть там, чтение, или чтение, или порядки чтения разных форм этой книги, и есть, там, те или иные техники распространения. Все это, как бы, как мне представляется, все это возникает, в общем, одновременно с книгой, а все остальное, все остальное, это конкретные практики, вот, которые и меняются, которые и эволюционируют от эпохи к эпохе, да, от региона к региону. Ну, окей, наверное, сегодня есть, там, я не знаю, или, точнее, кто-то из специалистов сегодня может серьезно говорить о том, что есть книжная культура современных народов Павловы, да, или, там, книжная культура современного, так сказать, народов, населяющих современный Аравийский полуостров. Я сижу и думаю, о чем это отличается принципиально, например, ну, или, там, всякие вот нюансы издательские, да, так сказать, вот здесь такая типография, там всякая типография. Я сижу и думаю, о чем это, например, принципиально отличается, не знаю, от ранне-средневековой Европы, да, где есть, извините, школы при каждом монастыре, и речь не только о том, что там школа письма отличается, скажем, в Фульде от Флюри или от Сен-Вени, да, а о том, что книги они по-разному делают в разных монастырях, да, при этом мы совершенно точно можем сказать, что это сделано в Сен-Вени, это сделано в Фульде, это сделано во Флюри и так далее. Это один момент. А второй момент, мы точно понимаем, да, что, вот скажем, это раннесредневековая книга, да, а это классическое средневековье, а это позднее средневековье, а это инкунабулы и так далее. Вот там, пожалуйста, различия, да, но мы имеем дело с практиками, с разными практиками, с разными формами. А какой-то фундамент, базовый фундамент, вот о чем вы сказали, да, он, по-моему, остается совершенно неизменным. Более того, изменение этих практик, оно, несомненно, восходит к актуальности. Если возникает потребность в чем-то, то эта практика меняется, независимо от того, меняется ли она в это же время в других местах. Ну, например, в раннесредневековье вы можете найти все. Вы можете найти прекрасно организованные библиотеки с идеально прописанными рубрикаторами, очень сложными, да, абсолютно удобными. Я имею в виду, конечно, в Западной Европе, да, потому что, так сказать, на Руси здесь мало очень материалов. Нет, нет, подождите, подождите, это все, это все, это все вот об этом речь на самом деле. При этом вот там же, в этом же регионе огромное количество просто свалок книжных. Ну, вот они святы, и вот там бардак, там ничего нет. Там есть какой-то список, с которым работать невозможно, да, как они им пользуются, совершенно непонятно. Для чего он составит, тоже непонятно. Когда возникает потребность, например, систематизировать книжное издание, да, то в конкретных центрах это происходит, независимо от того, происходит ли это в других местах. То же самое с формой книги. Если возникает необходимость сделать внутри книги рубрикатор, да, там поставить колон-титулы, там разбить на главы, разбить на параграфы, это разбивается. И не важно, что сотни тысяч других книг, которые создаются в эту же эпоху, пишутся совсем по-другому. Но мы же говорим о книжной культуре эпохи и региона, да, о нюансах, о каких-то важных вещах, которые нам дают понимание вообще о том, с чем мы имеем дело в данное время и в данном месте. Вот что мне кажется любопытно. И в контексте нашего семинара, как мне кажется, если уж мы говорим о книжной культуре, то говорить нужно прежде всего о том, как, ну, с халаврами тактики мне не очень нравится это слово, да, потому что... Ну, по сути, это понятно все. Как вот эта потребность, потребность интеллектуальная, да, конкретная совершенно влияет на изменения книжной культуры, как это сказывается на появлении новых, так сказать, форм книг, как книга сама внутри себя меняется, да, и так далее. И как, в свою очередь, эта книжная культура влияет на изменение интеллектуальных практик. Вот что, мне кажется, было бы интересно и любопытно посмотреть. Спасибо. А можно вопрос к медиевистам? А скажите, пожалуйста, вот в Западной Европе укописные книги, они при монастырях только производились? Просто же университеты тоже старинные практики. Смотрите, смотрите, мы просто тогда говорим о разных эпохах. Мы берем средние века такие классические. Средних веков мы с чувствуем. В 12-й, в 12-й век, хорошо. Университеты есть уже. В 12-й, в 12-й это все-таки большая разница. Если мы говорим о 12-м веке, книжки уже пишут везде. Везде. И в университетах тоже переписывают. Там есть специально обученные люди, в 12-й век, в университетах специально обученные люди. Не в университетах, а при университетах есть огромное количество людей, которые эти книжки переписывают за 3 копейки. Знаете, как очень быстро. И когда вот это произошло, появление вот этих... Это 13-й веке? Начинается с 13-й. Когда возникает потребность. Когда есть аудитория, когда есть студенты, то есть есть аудитория, которая потребляет это все. И у них нет денег. В 12-м веке уже видим аудиторию. В 9-м веке преимущественно, почти исключительно. Но это не означает, что это была церковная литература. Ни в коем случае. Вообще не работает. Но работали монахи, по сути. Работали подготовленные люди. Подготовленными людьми объективно оказывались люди, которые имели отношение к определенной корпорации. В монастыре. Нет, иногда, кстати, при дворе. То есть, вот вам при дворе мы были, да? Даже, по крайней мере, в 10-м. Ну, безусловно. Речь не о том, что они монахи или не монахи. А речь о том, что эти люди, в силу определенных обстоятельств своего образования, да, они могли это делать. Вот о чем речь. Вот здесь есть нюансы, да? Нет, я могу ответить на этого нюанса. Да-да. Одновременно в это время мы знаем, что существуют ремесленнические цеха, правильно? Нет, еще один. Нет, одиннадцатый, там, двенадцатый век. Но песцов не было, цехов и песцов. В тринадцатом веке уже... Ну, они появляются в разных четырнадцатом веках. Классику появляются, конечно. Классика. Когда университеты становятся такой, ну, мощной социальной реальностью, может, когда есть аудитория, когда есть потребители вот этой литературы, и потребители, которые не смотрят на качество. Понимаете? Им не важно, в принципе, на чем это написано, и даже... Да, и каким почерком это сделано. Им важно, что там написано. Им важно, чтобы вот эта книжка не была. Ну, им надо это, понимаете, там, в силу чего-то. Вот о чем речь. Гильдии песцов существовали. Ну, насчет гильдии я бы не сказал, но огромное количество людей... Те же студенты? ...которые обслуживали... Ну, как подработчики? Все-таки, знаете... Но, кстати, студенты... Студенты с вами тоже были... Ну, известно, что были точно профессиональные пилетические, для которых это был основной хлеб. Вот они прямо, да, они прямо... Вот они были, они работали. Ну, получается, у нас то же самое. Были песцы в России? У нас в истории, в скриптуре тоже. С Русси сложно, потому что, объективно, мы сильно ограничены в истории. Как ограничены в источниках? Ограничены в источниках. Ну, есть исследования, да, вот... Замечательные книжки, так, книга Дриньевна. Стеллирова. Да, Стеллирова и Гошна. Ну, вот, мне кажется, львиная доля того, что известно, там, в общем, изложены, да. И мы видим, что, в принципе, в принципе, даже при том скудном материале, который сохранился, и который они так тщательно собрали и подали, конечно, очень много проявили в Западной Европе. Конечно, конечно. Мы просто на примере Западной Европы мы это точно знаем, и мы это точно очень хорошо видим. Но, с другой стороны, мы понимаем, что помимо монастырей существовали и приборные нужды, да, то есть при дворах к государям, то есть... Не существует границ институтов в то время. Вот. Не существует. Понимаете? Что до 12-13 веков, то есть вот этой... Монастырей — это незакрытая организация в 9 веке. Незакрытая. Она абсолютно воплечена в мире. Ну, вот речь об этом, да. И поэтому вот эти люди, которые занимаются там переписыванием книг, они могут быть монахами и жить в монастыре, и работать здесь, а потом раз, и они оказываются при дворе, там, и еще где-нибудь. И они становятся там какими-нибудь людьми, которые обслуживают нужды какого-нибудь крупного сеньора светского. И они ему книжки переписывают. Мы имеем такого рода примеры и рукописи с надписями, с посвящениями, и точно знаем, кто это написал и кому, и для чего. И это отнюдь не Библия, понимаете? Да, Валерий. А можно вопрос? Вот то, что вы говорили о том, что вдруг появляются книги, ну, определенным образом созданные по определенным каким-то правилам, да, это всегда индивидуальное, какая-то это, персонажи, лишущие книги, да, организовывающие библиотеки, или организовывающие еще как-то, да, книжное дело. Это индивидуальное проявление данного конкретного лица, который этим занимается, или это все-таки некое корпоративное... Потребность. Вы знаете, я думаю, что... Ну, что значит потребности, края, как от общего ведущего? И реализации. Здесь надо смотреть, конечно, внимательно каждый конкретный пример. Ну, феномен отдельных скрипториев, он, по-моему, известен и очевиден, да, тут с этим спорить бесполезно. Другое дело, что люди, которые руководили скрипториями, они какие-то свои, ну, какое-то свое понимание того, как это делать, они вносили. Поэтому мы можем говорить, что эта книга создана, так сказать, в период, когда Абатом был такой человек, да, и так далее, и так далее, и так далее. Всегда это поимировано лицо. Ну да, но при всем при этом есть нечто общее, что точно объединяет книги, созданные в одном скрипторе, независимо от этих нюансов. Да, вот, простите, ради бога, я просто отвлеклась немного, потому что все равно все равно интересно. Еще, товарищи и господа, вопросы какие-то у нас есть. Я думала, что вообще, вот знаете, как говорят в фильме «Продуктивное освещение» и вообще «Стеклом» на самом деле очень хорошо. Сидим и говорим, но есть какой-то ресурс восприятия, да, предел, когда человеку уже трудно воспринимать новую информацию, тем более так интенсивно идущую. То есть вот я буквально сегодня в комбопах впитываю, потому что многое это очень соприкасается с моими какими-то мыслями и идеями и развивает их. Мария Алексеевна, вам последнее слово. Хорошие слова. Заключите. Заключите. Уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить вас за внимание. Хотелось бы поблагодарить за интерес к представленному докладу, за те предложения, пожелания, которые были высказаны. Я могу сказать, что они как бы нам, ну, какие-то направления, да, какие-то новые, может быть, подходы в наших дальнейших исследованиях, несомненно, помогут сформулировать. Мы сегодня с Дмитрием Николаевичем, да, мы пришли на семинар впервые. Но я надеюсь, что и мы, и сотрудники нашего центра будем посещать эти заседания, потому что я вижу, как они проходят. Проходят с интересом, очень творчески, да, с вот именно высказыванием каких-то интересных идей и предложений. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы, действительно, во всем будем очень нуждаться. По той простой причине, что дальше, как вы видите в программе, настоят исследования конкретных источников, да, то есть, как бы, книжная культура будет сеть на конкретных материалах. Поэтому здесь очень важно вот мнение людей, которые со стороны будут смотреть на те результаты наших исследований, которые у нас получаются, и действительно будут дать какие-то полезные советы, да, может быть, какой-то предложить новую вид, но для нас это очень важно. Поэтому мы не просто из формальности поставили в титул ваш центр, то есть, мы действительно мыслили в себя в рамках этого проекта. Юлия Эдуардовна, вам слово. Мы переходим вот к этому самому нон-стопу, краткая аннотация, да. Не снимать уже. Да, сейчас можно уже, дорогие коллеги, которые нас слушают, да, мы с вами прощаемся, потому что сейчас у нас будет между собой посвященный обсуждению нашей дальнейшей жизни в этом году. Вы все увидите на следующем заседании. Всего хорошего. Пишите, спасибо.